Просто дело в том, что ультраправое подполье, оно слишком аутистично, чтобы понять, что окружающие люди не обязаны быть в курсе их мема про то, что евреи по умолчанию не белые. Потому что в ультраправом подполье принято считать, что евреи в среднем не белые, потому что гладиолус. Вот финны белые, сицилийцы белые, а вот евреи и ашкиназы нахуй не белые. Ну, так сложилось, блядь, у них. Ну, пришли они через какие-то охуительные аргументы к тому, что евреи не белые. И аутизм, он не дает человеку понять, что не все люди вокруг придерживаются той же хуйни, что и сам. То есть это буквально аутизм. Знаете, вот есть такое понятие в психологии, называется theory of mind. Theory of mind – это как раз способ, не способ, это как раз способность понимать, что разум другого человека, он в принципе плюс-минус каких-то основных своих банальных таких характеристиках базовых, он такой же, как твой. В том плане, что он к выводам приходит, основываясь на поступающей ему информации. Понимаешь, то есть вот есть эксперимент такой, когда ребенку показывают видео. Значит, в этом видео, короче, две коробки. Мальчик заходит в комнату, кладет в коробку слева мячик, уходит из комнаты. После этого заходит папа этого мальчика, достает мячик из коробки слева и перекладывает в коробку справа и уходит. После этого возвращается мальчик и ребенку, который смотрит это видео, задают вопрос. В какой коробке этот мальчик будет искать мячик? И вот обычный ребенок, он поймет, что мальчик будет искать мячик в той коробке, в которой он его положил. Потому что у него нет оснований считать, что в другой коробке. А ребенок с аутизмом, особенно с тяжелой формой аутизма, скажет, что нет, мальчик будет искать мячик вот в коробке, в которую папа положил. Потому что он не понимает, что у этого ребенка тоже какая-то в голове происходит, что у него оснований нет, нету причин для того, чтобы его мыслительный процесс пришел к мысли о том, что мячик переместился. Он не видел перемещения этого мячика, никто ему не говорил об этом. Он будет нахуй, с точки зрения аутиста, он будет искать мячик, там, где мячик есть. Я же видел, что переложили. Значит, все теперь знают, что переложили. Хотя он в то же время видел, что мальчика там этого не было. Аутизм. Так вот, причина, почему андерграундные правые, так называемые правые, они зачастую даже не правые, там нацболов полно, тупо коммунистов. Причина, почему они уверены, что евреи притворяются белыми специально. Хуй с ним, что там евреи зачастую бывают просто тупо белые. Вот фенотипически абсолютно нахуй белые. Как бы, окей, вынесем это за скобки. Вот они уверены, что евреи умышленно притворяются белыми, потому что они уверены, что раз они через какие-то аргументы пришли к тому, что евреи объективно, с их точки зрения, не белые. То есть, вот, точно не белые и все. То все точно так же к этому пришли. И это по-другому не бывает. По-другому нахуй не бывает просто. Ну, аутизм. Просто у этих людей аутизм. Поэтому они не могут понять, что, ну, как Фонти Пилат, да, я твоих мыслей не разделяю, нахуй. Что кто-то их мыслей не разделяет. Они не понимают, что у людей как бы разные мозги, в принципе. Вот у меня мой мозг, у тебя твой. То есть, вот ты как бы пришел к охуительному пониманию, даже если оно вдруг правильное, что евреи все повально не белые. Ну, это не значит, что я к этому пониманию пришел. И это не значит, что любой еврей, который в зеркале видит фенотипически белого человека зачастую, понимает, что он не белый или считает, что он не белый.